Взять гран-при не значит задрать нос. Победители и участники фестиваля «Формула моды» не праздновали всю ночь. Утром следующего дня они встретились с выпускницей Института сервиса, а сейчас стилистом бренда «Поло» Ральф Лорен Екатериной Скатовой. Государыня Кострома рулит. Начинающий дизайнер из города на Волге Татьяна Орлова. Коллекцией Пава выхватила гран-при нынешнего конкурса. Сказки, сказания, легенды, поэмы и притчи. В год литературы в такие творческие рамки поставили участников. В пелене победных событий Татьяна Орлова ждет начало мастер-класса. Это все происходит, кажется, постепенно, но сваливается как что-то неожиданно на голову. И вообще я не ожидала получить гран-при. Я была спокойна, что я уеду как студентка, которая еще учится. Ну, то есть, которая просто получит опыт. Опыта добавит и мастер-класс Екатерины Скатовой. Девушка-выпускница Огиса. Без столичного налета рассказывает студентам свою историю. Как однажды победила на формуле моды. Как стажировалась в Москве. Работала у Чапурина и водила дружбу с Увелиной Хромченко. Не стесняясь, делится и опытом работы в московском магазине. Даже эта запись в трудовой придала сил и помогла прийти в команду модного дома. Теперь Екатерина – стилист бренда Поло Ральф Лоурен. Я тогда знала только первую линию этого дизайнера, фэшн-шоу. Но не знала о том, что это такой многогранный бренд, что у него несколько линий. И даже тогда не подозревала, что для меня это станет очень хорошим стартом. Именно в профессиональной сфере. Что я смогу столько научиться и столько получить знаний. И, пожалуй, то, к чему я интуитивно шла, в плане поиска хорошей стилистической базы, я нашла в своем бренде. Натуральные ткани и песочные оттенки – тренд сезона от американской компании. На интуитивном уровне это в своих коллекциях отразили и участники сибирской этники. Специальный приз от члена жюри получила Ольга Булева за коллекцию «Пароль». Годом ранее именно она завоевала Гран-при фестиваля. Профессиональный опыт, мне тоже скоро выпускаться, и там искать нужно какие-то пути своего развития. Поэтому это дополнительная информация, очень важная, поэтому я здесь. Здесь, то есть в Омске, Ольга и планирует остаться, развивать местный модный рынок. Денис Уонас, Артем Колесников, Антенна-7.